Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую замечательную теплую шапочку с отворотом и с двойными ушками на завязочках. У меня данная шапочка связана на девочку 5-6 лет, соответственно обхват головы 52-54 см, то есть шапочка подойдет в среднем от 50 до 54 см в обхвате головы. На данный размер у меня ушло 1 мноточек ровно, в зависимости от выбранного цвета можно связать такую же шапочку мальчику, к примеру, если свяжете ее темно-синей, зеленой и так далее, серенькой, получается более такая унисекс. Вот, если хотите увеличить шапочку в размере, соответственно набирайте изначально на 4 петли больше, это раппорт узора резиночки 2х2, если же на размер поменьше, к примеру, на 3 годика, то соответственно на 4 петли меньше. Кому понравилась шапочка, приступаем к вязанию и не забудьте лайкнуть. Для вязания жгутиком нам понадобится дополнительная спица, это может быть любая спица из набора чулочных, либо же специальная спица, у меня это обоюдоострая, для перекрещивания жгутиков. Какой воспользоваться, вы по ходу работы выбираете сами и смотрите, что у вас есть в наличии. Для вязания я воспользуюсь пряжей фирмы Ланоса, серия называется Зерда, здесь 175 метров в 100 граммах, 30% альпаки и 70% дралона входит в состав данной пряжи. Два номера спиц на коротеньком тросике, это номер 3,5 и номер 4,5, также нам понадобится крючок, ножнички и сантиметр. Для начала вязания нам нужно набрать число петель, кратное 4, плюс 1 петлю дополнительную для замыкания вязания в круг. Соответственно я буду набирать 96 петель, плюс 1, то есть 97 петель. Две начальные петли я набираю на одну спицу, для того, чтобы мне было удобно замкнуть вязание в круг. Затем приставляю вторую спицу и набираю еще 95 петель. Когда петельки набраны, я достаю одну свободную спицу, на которой нет начальных вот этих двух набранных петель и буду замыкать вязание в круг. Обратите внимание, что у нас с одной стороны вот такая красивая наборочная косичка, с другой стороны у нас вот такие зубчики. А вот я хочу, чтобы с внешней стороны у меня оказались зубчики и когда мы свяжем резиночку, на отвороте у нас получилась вот такая красивая косичка. То есть замыкать вязание в круг мы будем зубчиками вверх. Соответственно подтягиваем к краю спиц, чтобы с обеих сторон у нас были спицы и на них набранные петельки. То есть вот так вот подтягиваем аккуратненько петли и обратите внимание, чтобы при замыкании вязания в круг у вас не перекрученная была наборочная вот это краешек, то есть наборочного края. И что мы делаем? Смотрите, у нас была, как вы помните, одна лишняя набранная петля. Нам нужно таким образом замкнуть круг, чтобы эта петля сократилась. Мы берем вот эти петельки, две набранные, как вы помните, на одну спицу. Одну из них перекидываем на левую спицу, вот таким вот образом. И вот эту лишнюю набранную петлю перекидываем на нее и возвращаем обратную петлю на место. То есть мы последнюю петлю, лишнюю набранную, спустили между первой и второй набранной. Затем берем коротенький краешек, ниточки и длинный тянем в разные стороны. Как бы затягиваем получается вот этот момент. И эта лишняя петля у нас сократилась и оказалась между первой и второй набранной. Вот почему я набираю обычно на одну спицу. Далее я отправляю рабочую нить и хвостик вместе и начинаю вязать первый ряд. Первый ряд это распределение петель на резиночку 2х2. Первые две лицевые петли я вяжу вместе за обе ниточки, то есть за хвостик и рабочую нить. Первую петлю главное вам хорошо зацепить и далее будет удобно вязать. Итак, первая лицевая, вторая лицевая, далее две изнаночные. Первая изнаночная и вторая. Хорошо подтягиваем коротенький вот этот хвостик. Ниточку маркер я вешать не буду. Я начало ряда буду смотреть и ориентироваться по вот этому коротенькому хвостику. Хотите, можете вешать маркер в начало каждого ряда. Итак, две лицевые, две изнаночные. Далее продолжаю вязать. Две лицевые, две изнаночные. Уже просто рабочей нитью. То есть я как бы зафиксировала немножечко вот этот хвостик. Далее две лицевые, две изнаночные чередуем до конца этого ряда. Когда дошла до конца ряда, вот я вам показывала, оставляла хвостик. Вы можете его перекинуть вот сюда в начало. То есть вы будете видеть, что перед двумя лицевыми вот этот хвостик и это и есть начало ряда. Далее второй ряд и все последующие ряды будут вязаться одинаково. Смотрите, лицевые я буду вязать за ближайшую полупетельку, то есть за переднюю полупетлю. Лицевыми, вот так. Над двумя лицевыми вяжем две лицевые. Далее изнаночные я буду вязать за дальнюю полупетельку. Заводя спицу за вот эту полупетлю, которая сзади. Сейчас я провяжу вот эти тяжелые две петли, которые двойные. А далее я вам покажу еще раз. Смотрите, лицевые вяжем за передние полупетли над двумя лицевыми. Вот они у нас. Далее изнаночные за дальние полупетельки. Раз. И за дальнюю полупетельку второй раз. Сейчас объясню, почему я вяжу именно так. Для того, чтобы резинка выглядела и с лицевой, и с изнаночной стороны красиво и ровно. Так как это у нас отворот, который будет сверху. Будет вот таким вот образом. Смотрите, не перекрученная косичка. И красивая наборочная косичка будет также с лицевой у нас стороны. Мы сейчас как бы вяжем. Получается с вами изнаночную сторону сверху. И вот чтобы красиво при отвороте у вас ложилась косичка, рисунка, резинки 2х2, вяжем именно вот таким вот образом. То есть красиво поворачивая равномерно петельки. Когда вы провяжете несколько рядочков, вы увидите, что красиво и с одной, и с другой стороны ложатся у вас петли. И так я продолжаю дальше вязать до нужной ширины резиночки изнаночные, над изнаночными, лицевые, над лицевыми, уже по сформированным петелькам в первом ряду. То есть второй ряд вяжется над первым рядом и все последующие ряды по уже определенным петелькам. То есть над лицевыми, лицевые, над изнаночными, изнаночные, до нужной ширины резинки. после того как связали нужную высоту резиночки у меня всем сантиметров вместилась 18 рядочков я сменила петли наоборот стала вязать то есть на двумя лицевыми 2 изнаночные на двумя изнаночными 2 лицевые таким образом у меня получился зафиксированный красивый отворотик резиночки вот она первая ширина резинки это у меня скажем так внешняя часть далее высоту второй части резиночки я связала на где-то сантиметра два два с половиной уже для того чтобы когда у нас получился вот такой вот отворотик мы уже из-под него начнем вывязывать непосредственно сам узорчик так как на два с половиной меньше плюс минус сантиметра я сделала уже вторую резиночку я провязала в 13 рядочка то есть на 5 рядов меньше чем первую часть и сейчас мы начнем делать прибавление для того чтобы выйти на раппорт узора основного после вывязывания резинки и у нас начало узора спрячется за вот этот наш отворот далее для вязания узора нам нужно число петель кратное 12 96 отлично делится на 12 но при этом я еще хочу добавить один дополнительный раппорт поэтому сейчас я равномерно должна распределить 12 петель прибавить по ряду и соответственно 96 я делю на 12 у меня получается 8 из каждой 8 петли я буду вывязывать 2 петельки каким образом мне это сделать смотрите я провязываю первые петли по рисунку то есть наши первые 7 петель 1 2 2 изнаночные далее 3 4 2 лицевые 5 6 2 изнаночные 7 лицевая а из каждой 8 петли как я уже договаривалась буду вывязывать 8 и 9 каким образом это сделать смотрите я провязываю лицевую но не снимаю ее с левой спицы а далее за дальнюю стеночку провязываю вторую такую же точно лицевую вот так и только после этого снимаю со спицы у меня получается провязана 2 лицевые дополнительная 1 петля далее 2 изнаночные это первые 2 петли 2 лицевые это 3 4 2 изнаночные это 5 6 2 лицевые 7 и 8 петля я вывязываю 2 за переднюю полу петельку лицевая не снимаю ее со спицы за заднюю полу петельку провязываю еще одну лицевую вот таким вот образом и только лишь после этого снимаю со спицы то есть у меня получается 8 и 9 петля и так я буду повторять до самого конца ряда то есть еще 10 раз 2 изнаночные это первая вторая петля 2 лицевые 3 4 далее 2 изнаночные 5 6 2 лицевые это 7 и 8 прибавление за переднюю полу петельку лицевая и за заднюю с этой же петли дальнюю стеночку провязывая вторую лицевую она у меня по рисунку получается как бы изнаночная и получается если вы посмотрите то 8 9 петля у нас как бы добавляется 1 изнаночная петля то есть вот вот пример вам хотела найти так быстро вот смотрите как бы 3 изнаночные такие получается промежуточек далее снова 8 петель вот и из 8 вывязанная 9 снова 3 изнаночные как бы по рисунку ложатся отлично даже если вы провязываете не таким образом как я а что-то меняете то в любом случае из петли вывязываете сначала за переднюю полу петельку а затем за дальнюю если к примеру это было бы изнаночная ну к примеру по счету да то вы бы сначала за одну полу петлю провязывали лицевую а затем за вторую с этой же петли получается дальнюю полу петельку захватывая вот так то есть прибавление выглядело вот таким образом но так как у меня как бы хорошо ложатся петельки по рисунку то у меня как бы получается как бы дополнительно провязывается еще одна изнаночная петля в общем добавляем до конца ряда наши 12 петель но если у вас допустим число петель было изначально набранное не кратное 12 то вы можете добавить большее количество петель и распределив их равномерно по ряду при вязании этого ряда сменим спицы на размер побольше довязали до конца ряда и теперь распределяем петельки на рапорты узора раппорт узора 12 петель соответственно из них это будет 6 лицевых петель то есть в начале ряда я вяжу 6 лицевых изнаночные за дальние полу петельки лицевые за ближайшие полу петельки то получается 4 петли далее 5 и 6 провязали 1 пол раппорта лицевыми шестью петлями далее у нас идут 2 изнаночные 12 2 лицевые 12 и 2 изнаночные то есть вторая часть раппорта это 2 изнаночные 2 лицевые изнаночные далее повторяем 6 лицевых 1 2 3 4 5 6 далее 2 изнаночные 2 лицевые и 2 изнаночные так вяжем до конца ряда 6 лицевых 2 изнаночные 2 лицевые и 2 изнаночные далее во втором ряду после ряда прибавления мы свяжем таким образом первую часть раппорта мы свяжем просто 6 лицевых то есть по рисунку как мы провязывали 2 3 4 5 и 6 далее у нас идут второй ряд после прибавления мы провяжем таким образом у нас идут в начале первая часть раппорта это 6 лицевых мы так и провяжем 6 лицевых 1 2 3 4 5 и 6 далее у нас идут 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные первую пару изнаночных мы так и провязываем 2 изнаночные далее у нас идут 2 лицевые и мы должны перекрестить с наклоном в правую сторону для этого переснимаем 2 не провязанные петельки лицевые на правую спицу далее левой спицы подхватываем сначала первую переснятую петлю 2 перед работой перекидывается вперед вот так далее провязываем сначала одну лицевую и за ней вторую лицевую мы сделали перекрещивание с наклоном в правую сторону из двух лицевых и довязываем 2 изнаночные с другой стороны по рисунку так нам нужно повторить до конца ряда 1 6 лицевых мы провязываем 6 лицевых 1 2 3 4 5 и 6 без изменений далее 2 изнаночные по рисунку над двумя изнаночными 2 лицевые переснимаем не провязанные на правую спицу далее подхватываем левой спицей за работой сначала первую переснятую петлю 2 перед работой отправляется снова на левую спицу но как бы уже получается с перекрещиванием в правую сторону провязываем поочередно сначала одну петлю лицевой затем за ней вторую петлю лицевой и довязываем 2 изнаночные петельки то есть нам нужно между первой парой изнаночной и 2 перекрестить вот эти две лицевые с наклоном в правую сторону вот и все вот так чередуем до конца ряда 6 лицевых 2 изнаночные и далее 2 лицевые с наклоном в правую сторону и 2 изнаночные третий ряд вяжем по рисунку 6 лицевых так и вяжем 6 лицевых 4 5 и 6 далее у нас идут 2 изнаночные так и вяжем 2 изнаночные на двумя перекрещенными лицевыми предыдущем ряду вяжем 2 лицевые и довязываем 2 изнаночные то есть как мы вязали с вами первый ряд после прибавления вот здесь вот мы вязали с вами при распределении петелек так и вяжем над лицевыми лицевые над изнаночными изнаночные над перекрещенными двумя лицевыми 2 лицевые и 2 изнаночные до конца этого ряда при вязание следующего ряда нам уже понадобится дополнительная спица это как я уже показывала либо же специальная либо одна из чулочных спиц мы будем делать перекрещивание на вот этих шести первых петельках при этом сейчас переснимаем первую петлю на дополнительную спицу вот так и оставляем за работой затем провязываем 2 петли лицевые возвращаем оставленную за работой петельку на левую рабочую спицу и провязываем эту петлю лицевой вот так мы сделали перекрещивание трех петель с наклоном в правую сторону далее следующие три петли мы перекрестим с наклоном в левую сторону для этого снимаем 2 следующие петельки на дополнительную спицу и оставляем их перед работой довязываем одну лицевую которая у нас осталась из 6 то есть шестую лицевую провязываем лицевой и далее возвращаем с дополнительной спицы вот эти оставленные перед работой 2 петельки на левую спицу и провязываем их также 2 лицевые петли вот так мы сделали с вами провязывание 6 петелек лицевых и далее довязываем 2 изнаночные по рисунку вот так вот далее 2 лицевые которые мы перекрещивали с вами ряд назад мы также продолжаем перекрещивать в каждом четном ряду для этого снимаем не провязанные 2 петельки сначала переодеваем на левую спицу первую петлю перед работой вторую петлю и провязываем поочередно каждую петлю лицевой 1 2 лицевая далее довязываем 2 изнаночные до конца раппорта в каждом четном ряду мы будем делать перекрещивание вот этого маленького жгутика а сейчас четвертом ряду мы с вами сделали перекрещивание большого жгутика далее нам нужно повторить берем дополнительную спицу я уже покажу вам на другом примере вот оставляем за работой провязываем 2 лицевые возвращаем с дополнительной спицы вот эту оставленную петлю обратно на левую спицу провяжем ее лицевой по рисунку далее на дополнительную спицу переодеваем 2 следующие петли из трех то есть получается по счету это 4 5 петля оставляем их перед работой шестую довязываем лицевой и возвращаем оставленной перед работой четвертую пятую петлю на рабочую спицу можете с нее же провязывать если у вас обоюда острая как у меня то можете с нее же и провязывать и довязываем 2 лицевые получается 3 перекрестили с наклоном в правую сторону и 3 перекрестили с наклоном в левую сторону далее вяжем 2 изнаночные по рисунку как у нас ложатся петельки 2 лицевые мы перекрещиваем с наклоном снова таки в правую сторону переснимаем не провязанные за работой переснимаем на левую спицу не провязанную первую петлю перед ней перекидываем вторую петлю и провязываем поочередно 2 лицевые петли до конца раппорта довязываем 2 изнаночные всегда перекрещиваем маленький жгутик каждом втором ряду а вот эти две изнаночные первая пара и за ними вторая пара мы провязываем все время 2 изнаночные по рисунку это будет у нас неизменно то есть надо изнаночными будем вязать всегда изнаночные и я третий раз вам повторю чтобы наверняка запечатлилась у вас и так переснимаем на дополнительную спицу оставляем первую петлю за работой далее вторую третью провязываем лицевыми петлями с дополнительной спицы провязываем вот так вот я покажу вам как не снимая провязываю у нас получается первое перекрещивание в правую сторону далее 2 перекрещивание с наклоном в левую сторону переснимаем на спицу четвертую пятую лицевую оставляем перед работой довязываем шестую лицевую и далее я не переснимаю на основную рабочую спицу а просто вот так вот подтягиваю краю и довязываю 2 лицевые как вам удобно так вы делаете перекрещивание довязываем 2 изнаночные снова перекрещиваем маленький жгутик с наклоном в правую сторону за работой первую петлю перед ней перекидываем вторую петлю и поочередно провязываем 2 лицевые петли далее до конца раппорта у нас остается 2 изнаночные так как и довязываем 2 изнаночные такие перекрещивания делаем до конца этого ряда пятый ряд вяжем по рисунку как и вязали предыдущих рядах 6 лицевых над ними 6 лицевых далее у нас идет это нечетный ряд пятый ряд соответственно над двумя лицевыми мы провяжем 2 лицевые без перекрещивания перед ними идут 2 изнаночные так и провязываем 2 изнаночные далее 2 лицевые над маленьким жгутиком и 2 изнаночные после маленького жгутика то есть вяжем по рисунку далее в следующем ряду мы снова сделаем перекрещивание маленького жгутика большой пока не трогаем шестой седьмой ряд мы повторяем за пятым вяжем по рисунку 6 лицевых 2 изнаночные перекрещивание в каждом четном ряду и 2 изнаночные при вязании 8 ряда мы снова свяжем перекрещивание то есть начинаем снова повторять с четвертого ряда первую петлю лицевую переснимаем на дополнительную спицу оставляем за работой далее провязываем вторую и третью лицевой с дополнительной спицы провязываем первую петлю оставленную лицевой далее четвертую пятую петлю лицевую переснимаем на дополнительную спицу оставляем перед работой довязываем шестую лицевую и с дополнительной спицы провязываем оставленные 2 лицевые перед работой сделали перекрещивание вправо-влево далее 2 изнаночные у нас две лицевые мы делаем перекрещивание с наклоном в правую сторону это у нас четный ряд как вы помните 8 перекрещиваем правую сторону провязываем 2 лицевые и довязываем 2 изнаночные снова повторяем большой жгутик мы перекрещиваем оставляем на дополнительной спице первую лицевую вторую третью довязываем лицевыми на рабочую правую спицу с дополнительной спицы провязываем первую оставленную петлю лицевой далее четвертую пятую петлю переснимаем на дополнительную спицу оставляем перед работой довязываем шестую петлю лицевой из дополнительной спицы оставленную 4 5 петлю довязываем 2 лицевые далее у нас идут 2 изнаночные довязываем 2 изнаночные это первая пара перекрещивая маленький жгутик оставляем первую петлю за работой вторую перед работой и провязываем поочередно обе петли лицевой далее довязываем до конца рапорта вторую пару из изнаночных вот так чередуем до конца этого ряда это у нас восьмой ряд по счету он вяжется как четвертый поэтому далее 9 10 11 ряд мы провязываем по рисуночку в двенадцатом году будем делать перекрещивание так каждым четвертом ряду я буду делать перекрещиваем небольшого жгута и в каждом втором четвертом шестом восьмом десятом и так далее в каждом четном ряду я буду делать перекрещивание маленького жгута вот такой вот простой узор я буду повторять до тех пор пока не стану делать убавление для макушки я связала 7 перекрещивание сделала большого жгута 1 2 3 4 5 6 7 и после последнего ряда перекрещивания провязала один ряд просто по рисуночку без перекрещиваний от линии отворота у меня сейчас 16 сантиметров провязана не считая вот этого на внешнего отворота я начинаю делать убавление для макушки по ряду сейчас у нас второй ряд после перекрещивания он у нас вяжется в большом жгуте без изменения то есть это 6 лицевых далее у нас идут 2 изнаночные мы так и провязываем 2 изнаночные делаю в четном ряду перекрещивания маленького жгутика соответственно первую оставляю за работой вторую перед работой и провязываю поочередно лицевые петельки то есть все здесь пока без изменения а там где мы подошли ко второй поле паре изнаночных то эти две изнаночные я провяжу вместе 1 изнаночной для этого поворачиваю дальними стеночками вперед 2 изнаночные нить перед работой и провязываю вместе одной изнаночной то есть в рапорте я убрала одну изнаночную в конце так в каждом рапорте до конца ряда я буду убирать вот эти две изнаночные после маленького жгутика второй ряд макушки это третий ряд после перекрещивания большого жгута соответственно маленьком жгутики я буду провязывать просто 2 лицевые по рисунку там где у нас 6 лицевых большого жгута так и провяжу 6 лицевых то есть в лицевых я ничего менять не буду и так 6 лицевых большого жгута далее у нас идут 2 изнаночные перед маленьким жгутиком мы разворачиваем их дальними полупетлями вперед вот так возвращая на левую спицу не перед работой провязываем их вместе одной изнаночной то есть мы с вами убрали одну изнаночную после маленького жгутика сейчас перед ним уберем соответственно две лицевые над маленьким жгутиком по рисунку и изнаночная над убавлениями в предыдущем ряду просто провязываем изнаночную и мы убрали в рапорте уже вторую петлю так я буду делать до конца ряда 6 лицевых две петли вместе одной изнаночной 2 лицевые и 1 изнаночная третий ряд макушки или четвертый ряд после перекрещивания большого жгута сейчас мы должны были перекрестить вот эти жгутики но делать перекрещивание я уже не буду я буду делать сокращение именно в линии широкого жгута первые две лицевые я провязываю над двумя лицевыми далее следующие третью и четвертую провязываем вместе одной лицевой делаю сокращение в центре большого жгутика и довязываю далее две лицевые изнаночную я провязываю над изнаночной 2 лицевые мы провязываем с перекрещиванием пока ничего в маленьком жгутики мы менять не будем то есть мы делаем перекрещивание в четном ряду далее изнаночная у нас идет над изнаночной и мы довязали первый рапорт сократили снова одну петлю в центре большого жгута сейчас мы это повторим первые две лицевые провязываем над двумя лицевыми далее третью и четвертую лицевую провязываем вместе одной лицевой и довязываем 2 лицевые вместо 6 лицевых петель в жгутики у нас остается 5 все остальное провязываем до конца рапорта по рисунку изнаночная над изнаночной перекрещивание делаем маленького жгута вот первое провязываем лицевая 2 и 2 изнаночная после маленького жгута так и довязываем над изнаночной провязываем так до конца этого ряда четвертом ряду макушки мы будем делать снова убавление в большом жгутики мы провязывали две центральные вместе одной лицевой а теперь мы будем провязывать боковые петли два раза делает сокращение то есть смотрите в начале мы делаем 1 2 провязываем вместе одной лицевой центральную на добавлением предыдущем ряду мы провязываем просто лицевой и в конце жгута последние две петельки мы провязываем вместе одной лицевой вот так то есть сейчас у нас вместо 6 петель всего лишь три петельки далее изнаночная над изнаночной лицевые мы провязываем 2 лицевые после предыдущего ряда перекрещивания у нас ряд просто без изменения и изнаночную довязываем над изнаночной то есть первое второе вместе одной лицевой раз убавление далее центральную провязываем просто лицевой и две последние лицевые провязываем вместе лицевой то второе убавление в этом ряду мы будем делать два убавления в начале жгута и в конце жгута провязывая попарно лицевые петельки изнаночная над изнаночной лицевые 2 над петлями маленького жгутика и изнаночная в конце раппорта так провязываем до конца ряда в пятом ряду макушки мы убавление в большом жгутике не делаем а просто провязываем 3 лицевые петли над петлями большого жгута по рисунку далее у нас идет изнаночная мы провязываем изнаночной над изнаночной петлей далее у нас идут петли маленького жгутика мы провязываем в них убавление заводя за вторую петлю вместе с 1 провязываем 1 лицевой вот так далее у нас идет изнаночная мы провязываем ее изнаночной и таким образом мы в этом ряду убавим петли из двух петель вот здесь жгутика мы сделаем одну петлю то есть у нас всего раппорт узора получается 3 лицевые изнаночная лицевая и изнаночная вот они у нас из 12 петель всего 6 так чередуем до конца ряда убавления 3 лицевые делаем над тремя лицевыми далее у нас идет изнаночная мы провязываем ее изнаночной петли жгутика маленького провязываем вместе одной лицевой и довязываем изнаночную с другой стороны после жгутика вот так и вот так убавляем до конца этого ряда в шестом ряду убавления макушки я буду делать убавление снова такие в большом жгутики первую лицевую я так и провязываю лицевой далее вторую и третью провязываю вместе одной лицевой и из трех петель у меня получается остается всего 2 далее у нас идет изнаночная лицевая и изнаночная и в рапорте у нас всего сейчас пять петель снова первую лицевую провязываем над лицевой далее 2 вместе одной лицевой изнаночная лицевая и изнаночная так до конца ряда седьмом ряду оставшиеся две петельки из большого жгута я провяжу вместе одной лицевой вот так вот далее у нас идет изнаночная лицевая и изнаночная я так и провяжу по рисунку лицевая изнаночная лицевая вот и у нас теперь остается всего 4 петли в рапорте снова 2 лицевые вместе одной лицевой петли большого жгута далее у нас идет изнаночная лицевая и изнаночная вот так по рисуночку я провяжу до конца ряда далее следующем ряду у нас остается всего из петель жгута одна петелька мы ее провязываем над лицевой одну лицевую ее не трогаем то есть как бы над петлями убавления мы только лишь провяжем лицевую а далее у нас идет изнаночная лицевая изнаночная первую изнаночную мы поворачиваем дальней стеночкой вперед и вместе с лицевой провязываем одной лицевой почему я каждый раз поворачиваю петельки для того чтобы красивым узорчиком у нас сложились они то есть независимо изнаночная или лицевая сторона то есть аккуратненько и далее довязываем одну изнаночную снова петли большого жгута у нас одна мы провязываем лицевой далее изнаночную я первую поворачивая вместе с лицевой а маленького жгута петлей я провязываю одной лицевой и довязываю одну изнаночную то есть у нас сейчас в рапорте получается петля большого жгута лицевая петля маленького жгута лицевая и 1 изнаночная провязали до конца ряд и теперь смотрите последнюю изнаночную петлю провязанную предыдущего ряда я возвращаю к первой петельки большого жгута вот этой лицевой петли и вместе с изнаночной провяжу одной лицевой то есть смотрите получается лицевая уже первая петля следующего ряда и последняя петля изнаночная предыдущего ряда мы провяжем одной изнаночными сейчас это уже с каждым рядом не очень удобно делать но вы постарайтесь я уже сменила на спицы максимально с короткой леской можете перейти на чулочные спицы как вам удобнее и так провязываем вместе первую последнюю петлю далее у нас идет лицевая петля маленького жгута мы так и провязываем ее лицевой и далее у нас идет изнаночная петля последняя оставшаяся изнаночная в раппорте и мы ее провязываем вместе с первой лицевой петлей следующего раппорта таким образом мы сокращаем полностью все изнаночные петельки то есть у нас была петля после маленького жгута вот здесь мы ее сокращаем далее снова я перехожу на следующие раппорты я уже сделала максимальное убавление и сделаю в этом ряду еще убавление вот это изнаночной петли у меня останется только лишь две петли в раппорте вот эту над маленьким жгутиком лицевую мы провязываем лицевой а изнаночную под последнюю петлю раппорта оставшуюся петлю из изнаночных провязываем вместе с первой петлей следующего раппорта вот так и тем самым сокращаем полностью изнаночные петельки у нас вместо большого жгута остается одна лицевая вместо маленького жгута одна лицевая и вот они наши две петли всего лишь в каждом раппорте довязываем до конца ряда после того как мы сократили все изнаночные петельки я предлагаю вам один ряд провязать просто лицевыми хотите можете провязать его попарно тем самым сократить количество петель в два раза но я сейчас провяжу просто все петельки лицевые то есть я наши убавления как бы выровняю немножечко и красивенько соберем их на одну петельку ну либо же можете потом обрезать ниточку и нанизать на иголочку вдеть ниточку краешек в иголочку и просто все петельки собрать на эту ниточку то есть как вам удобно можете провязывая сейчас я вам покажу один из способов как собрать петельки на одну вот ну а пока я все петли провяжу сейчас лицевыми вот так далее я смотрю где у меня начало конец ряда вот я практически уже провязала все петельки час вот как бы выровняли немножечко наше убавление чтобы они не были такие вот скомканные стянуты и вот сейчас я дохожу до 2 последние лицевые петли довязывая все я дохожу до первой петли ряда вот она у меня что я делаю смотрите я провязываю первую петлю ряда лицевой а далее возвращая ее обратно на левую спицу и начинаю поочередно на нее переодевать все петельки которые есть у меня по кругу то есть смотрите что я делаю я ее провязала а далее поочередно все петли по часовой стрелке как я и вязала перекидывая на эту петлю и спускаю с работы вот так можете вдеть опять же таки ниточку в иголочку и на нее переодеть ну в принципе я вот такой один из способов достаточно простых это перекидывание всех петель на одну рабочую по кругу перекинули можете вернуть ее аккуратно если делаете так как я не спустите петлю со спицы чтобы с нее не сняли все петельки вот так я подтягиваю чтобы мне было удобно переодеваю ее на рабочую спицу и по одной и телечки перекидываю 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 то есть смотрите как ложатся петельки так я их и переношу на эту одну петлю вот после того как перекинули все петельки мы эту петлю немножечко сейчас подтянем и зафиксируем почему я люблю вот такой способ они отрезание ниточки потому что с этой одной петлей вы сможете просто ее оставить на булавочке либо же на как вам удобно на крючке и померить шапочку то есть смотрите вот вы еще как бы не отрезаете рабочую ниточку и всегда сможете сварьировать вот эту макушечку то есть довязать либо же при распустить несколько там сантиметров как вам удобно и так примеряйте шапочку если все отлично вам подходит то будем закреплять ниточку переснимаем петлю на крючок и далее делаем одну петлю подтягиваем хорошо и вторую петлю далее при выпускаю я немножечко ниточку для того чтобы мне было удобно и затем отрезав хвостик вот этот я просто хорошо затягиваю крайнюю петлю и вытаскиваю ее на внутреннюю сторону можете хорошо стянуть у меня в жизни эта дырочка меньше чем на видео вот я сейчас смотрю через камеру и и менее видно можете еще более затянуть рабочую нить когда будете делать воздушные петельки вот так и еще более стянуть эту скажем дырочку отверстия на макушке далее отрезаем ниточку и вытаскиваем на изнаночную сторону прячем ее с внутренней стороны по ходу того как ложатся косички я думаю что здесь ничего сложного далее будем делать ушки если же у вас шапочка без ушек то прикрепляете помпончик и все она у вас готовая только не забудьте сделать вторичную тепловую обработку вот а так уже в принципе она готова для тех кто будет вязать детскую шапочку с ушками то продолжаем вязание для начала нам нужно сделать некоторые расчеты очень простые и распределить петли на такие части как два ушка передняя часть и затылочная часть что мы делаем мы берем изначальное количество число петель у меня это 96 я должна поделить на 5 равных частей то есть 96 делим на 5 у вас возможно свое число но самое главное повторяете за мной получается 19 целых и две десятых казалось бы нужно сокращать число петель до целостного в число 19 но лучше это сделать на четное количество соответственно получается я скажем так увеличиваю вот эту две десятых до целой петли соответственно 20 петель 20 петель на каждую из пяти частей на ушки по 20 петель затылочная часть и передняя часть 2 из пяти частей 2 5 получается но если я сейчас возьму 20 петель на первое ушко 20 петель на второе ушко то на затылочную часть я вам предлагаю взять эти же 20 петель но добавить к ним 2 петли для того чтобы у нас было полноценное скажем так 2 петли для симметрии то есть смотрите если мы возьмем 20 петель то это получается 2 лицевые 2 изнаночные 2 изнаночные и так пять раз соответственно получается что мы закончим все таки на 2 изнаночных а начали с двух лицевых мы 2 лицевые возьмем еще с передней части то есть наших 40 петель передней части я вам предлагаю забрать две петли для симметрии соответственно будет 22 петли для затылочной части и как вы помните мы сократили 20 петель мы откуда-то взяли это все тоже из передних частей то есть вот этих двух пятых частей две пятых вот мы забрали по петле соответственно по петле на каждой из ушек и две петли на затылочную часть то есть 20 плюс 20 плюс 22 это 62 петли у меня изначально было 96 я отнимаю 62 соответственно на переднюю часть у меня остается 34 петельки обычно на переднюю часть я беру не две целые части а все-таки забираю немножечко на ушко и немножечко на затылочную часть для того чтобы передняя часть не была слишком глубокая то есть от ушка до ушка у меня если мы возьмем 2 5 слишком получается широкое расстояние мне это не очень нравится соответственно мы берем на затылочную часть петли симметрии и автоматически передняя часть также у нас получается с петлями симметрии то есть красивая такая равномерная вот на ушки петли симметрии хотите можете брать то есть тоже по двадцать две петли она каждая ушка тогда у вас будет начинаться допустим из двух изнаночных и заканчиваться двумя изнаночными точно так же здесь 2 изнаночные заканчиваться двумя изнаночными но при вязании ушек это совсем в принципе не обязательно главное чтобы если от передней части смотреть чтобы начинались они с одинаковых петель то есть если к примеру с левого ушка 2 изнаночные соответственно справа ушка также 2 изнаночные и по ходу распределения петель уже по факту я буду смотреть и смещать наши вот эти затылочная часть условно говоря у меня начало ряда будет не обязательно с центра затылочной части ну к примеру если здесь начало ряда вот то я могу сместить уже исходя из узора то есть я посмотрю где у меня находятся красивые рапорты свои узора и я сделаю смещение либо вправо либо влево для того чтобы у меня передняя часть была красива скажем так по рисунку по центру точно также и ушки и затылочная часть уже задней стороны для удобства я взяла 4 булавочки и вот что у меня получилось смотрите я получается от начала ряда как я уже говорила я смотрела на узор и сместила начало ряда немножечко в левую сторону для того чтобы у меня оказались на затылочной части вот так вот красиво два жгутика с передней стороны у меня будет три жгутика вот так то есть центральный и два по обеи стороны что я сделала я взяла с начала ряда 8 петелек поставила булавочку отсчитав с другой стороны я получается с конца ряда отсчитала 14 петелек и поставила булавочку соответственно вот они мои 22 петли затылочной части вы уже смотрите исходя из своей окружности если у вас и петель и чик больше либо меньше вот вот она наша затылочная часть теперь мы отсчитываем 20 петелек на одну ушко ставим маркер или булавочку раз то есть вот 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые и так далее 20 петель точно так же и с этой стороны 20 петелек в другую сторону все что остальное остается хотите можете пересчитать хотите нет это наша передняя часть там где у нас 34 петли можем пересчитать 2 4 6 8 10 12 4 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 вот от лицевой до лицевой и это у нас получается красивый перед так как у меня зафиксированный отворотик то мне сейчас очень просто делать будет набор петель и для ушек я для удобства сейчас вам покажу как я буду набирать петельки на ушки чулочными спицами а вы уже потом просто будете делать набор круговыми которыми вязали вот эту изначальную резиночку то есть вот этими круговыми и будет вязаться поворотными рядами я сейчас вам покажу для удобства именно чулочными как это будет скажем так выглядеть на практике я поворачиваю к себе шапочку макушкой вперед и нахожу первую булавочку вот между первыми и 2 булавочка у меня одно ушко и так я подхватываю смотрите вот они у нас на линии отворота изгиба вот переход как бы у нас изнаночных на лицевые я подхватываю вот эти две петельки 1 2 далее у нас идет лицевые и переход на изнаночные я подхватываю ближайшую полу петлю лицевой 1 и ближайшую полу петлю лицевой 2 вот она на меня далее у нас снова идут изнаночные я подхватываю 2 изнаночные 2 лицевые за передние полу петельки ближайшие 2 изнаночные снова 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые я захватываю только лишь полу петельки и 2 изнаночные 2 лицевые я дошла до следующего маркера и у меня должно быть на спице 20 петель и которые мы распределили на ушки 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 все я распределила петельки и пока оставлю сейчас я тоже самое сделаю с другой стороны вы же будете делать поочередно самое главное что главное правильно отметь булавочками либо маркерами для того чтобы вам потом просто было скажем так удобно вязать далее смотрите здесь я закончила лицевыми соответственно начинать я также должна с лицевой вот он у меня маркер я подхватываю снова ближайшие полу петельки далее вот они у меня изнаночные далее полу петельки на лицевых 1 полу петля 2 прям на линии изгиба и далее снова 2 изнаночные вот здесь на линии изгиба далее снова 2 лицевые 2 изнаночные и так далее коль я начинала с лицевых соответственно у меня набор закончится на изнаночных 2 петель очках вот они 2 изнаночные 2 лицевые и я дошла до 2 изнаночных все здесь у меня набор 2 ушка также закончен 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 все ушки распределились и я приступаю к вывязыванию берем к себе лицевой стороной и чтобы у вас отворотик находился сверху ниточку я присоединяю новенькую отрезанную и начинаю вязать первый ряд смотрите первый ряд мы лицевую провязываем сразу же вводя новую ниточку то есть как бы петельку но петельку я не закрепляю я ее просто снимаю лицевой и вот она она у меня сзади находится не спешите ее сейчас ничего с ней делать главное вам связать первый ряд лицевую связали сняли далее следующее у нас по чередованию должна идти изнаночная мы изнаночную просто переснимаем нить рабочая перед работой вот так далее снова повторяем лицевая провязываем изнаночная нить перед работой и переснимаем не провязанной снова лицевая изнаночная нить перед работой не провязанная переснимаем лицевая нить перед работой изнаночная снимаем не провязанной лицевая изнаночную снимаем не провязанной лицевая переснимаем изнаночную лицевая то есть каждую четную петлю переснимаем лицевая изнаночную переснимаем обратите внимание что по ходу работы я ложу петельки красивым образом то есть смотрите вот у меня идет изнаночная я ее провязываю за дальнюю полу петельку то чтобы она у меня развернута была далее когда я снимаю не провязанной тоже я за дальнюю полу петельку нить перед работой а лицевые я подхватывала таким образом чтобы за ближайшую стеночку провязывать лицевую а когда переснимаем тоже за нее же подхватываю то есть красиво разворачиваем неважно как вы нанизали главное чтобы аккуратно получалось последнюю петлю я всегда буду провязывать изнаночной далее разворачиваю на изнаночный ряд вот уже второе ушко я вам засветила я его уже сделала нить вот эту первую петлю нашу переснимаем не провязанной и всегда я первую петлю снимаю не провязанной а последнюю провязываю изнаночной снова лицевая мы пересняли не провязанной далее нить перед работой вот она изнаночная мы ее не провязываем подхватываем нить перед работой снова лицевую мы провязываем изнаночную нить перед работой не провязываем лицевая изнаночную нить перед работой не провязываем то есть это полая резинка для тех кто знает как ее вязать труда вообще не составит лицевую провязываем изнаночную не провязываем лицевую провязываем изнаночную переснимаем просто нить перед работой у нас получается такая двойная резиночка вязание лицевая изнаночная но изнаночную мы не провязываем ее просто переснимаем и последнюю петлю по чередованию у меня это изнаночная я провязываю как кромочную изнаночной это единственная изнаночная петля которую я буду провязывать это кромочную вот она смотрите наш хвостик сейчас что мы делаем провязали второй ряд и разворачиваем на 3 а это лицевой ряд все нечетные ряды это лицевые как я ее сейчас завяжу обратите внимание я беру с рабочей ниточкой вот этот хвостик вместе еще раз показываю вот хорошо его подтяните кромочную снимаем не провязаны и далее у нас идет изнаночная как вы помните изнаночные мы не провязываем просто переснимаем далее идет лицевая я ее провязываю лицевой за две вот эти полу ну как бы ниточки 2 рабочие хвостик и нить рабочую от матка далее снова изнаночную я переснимаю не провязанной лицевую провязывая изнаночную переснимаю вот этот хвостик хорошо подтяните и откидывайте его всегда теперь назад он у вас запрячется в центр вязания снова лицевая изнаночную не провязываем лицевая изнаночную не провязываем переснимаем нить перед работой и так нам нужно провязать 11 рядочков то есть сейчас мы с вами заканчиваем 3 лицевой вам нужно провязать 11 рядочков и тогда мы с вами продолжим дальше просто прямым вязанием поворотными рядами 11 ряд это лицевой ряд далее разворачиваем на 12 изнаночный ряд и провязываем все петельки также полой резиночкой до двух последних две последние петли мы начинаем сокращение с 12 ряда смотрите у меня предпоследняя петля лицевая я ее провязываю лицевой и возвращаю на левую спицу далее последнюю кромочную петлю я переснимаю на эту провязанную лицевую и возвращая ее на левую спицу провязанной вот так постоянно с изнаночной стороны я буду делать сокращение то есть предпоследнюю провязываю по рисуночку будь это лицевая изнаночная абсолютно не важно по рисуночку и делаем кромочную петлю перекидываем на эту предпоследнюю провязанную петлю с лицевой стороны далее разворачиваем это у нас 13 ряд по счету снова вяжем все петельки по рисунку то есть кромочную переснимаем как и прежде далее лицевая и изнаночную переснимаем лицевая и изнаночную переснимаем снова лицевая и изнаночную при снимаем до двух последних петель то есть 12 ряда все последующие ряды мы будем провязывать сокращением в конце ряда поэтому не довязываем две последние петли вот они они у нас так как это лицевая сторона обратите внимание всегда и ориентируясь потому что у нас здесь отворот с лицевой стороны я буду провязывать просто две последние петли вместе опять же таки независимо от того какая у нас предпоследняя петля просто две вместе если вы будете провязывать две последние вместе с изнаночной стороны делать вот такой вот скажем так протяжку скажем накид кромочной петли на предыдущую провязанную петлю когда у вас будет симметрично заканчиваться и с лицевой с изнаночной стороны вот так вот петельки как бы сокращаться с двух сторон красивыми косичками и плавными переходами если вы будете постоянно делать провязывание двух последних вместе то у вас получится вы обратите внимание что с одной стороны как бы такой вот наклон переход не очень красивый и так снова разворачиваем на 14 изнаночные это получается ряд кромочную снимаем снова все петельки по рисунку провязываем лицевую изнаночную просто переснимаем до двух последних петель две последние петельки как вы помните мы провяжем с протяжкой это изнаночный ряд соответственно с изнаночной стороны с протяжкой если хотите скажем не заморачиваться то просто провязываете две вместе но я делаю именно так то смотрите вот предыдущая петля изнаночная перед кромочной я ее провязала возвратила обратно кромочной нить перед работой обратите внимание перетянула на нее протянула кромочную и вернула обратно на правую рабочую спицу разворачиваем на 15 лицевой ряд с лицевой стороны две последние я провяжу вместе и так сокращаем 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 убираем петельки с обеих сторон равномерно каждый в каждом ряду две последние петельки провязываем вместе либо же протяжкой вот и до четырех петель пока у нас не останется 4 петли на рабочей спице с лицевой стороны мы сейчас развернули соответственно просто провяжу две вместе с изнаночной это протяжка это я напоминаю для тех кто скажем чтобы не запутаться вот в итоге вы провязали лицевой ряд и у вас осталось 4 петли есть два варианта первый вариант это продолжать вязать пол и шнур он вяжется на 4 петельках можете включить видео как вяжется пол и шнур и продолжить далее сделать завязочки именно вязаные завязочки я же буду сейчас закрывать петли я вам покажу как я закрою и потом прикреплю жгутики я поворачиваю на изнаночный ряд и хочу сделать вот такое закрытие петель как я его буду делать смотрите кромочную петлю снимаем далее у нас идет изнаночная я провязываю изнаночную над изнаночной и далее делаю протяжку перекидывая кромочную петлю на это только что провязанную изнаночной далее у нас следующая идет лицевая я провязываю ее ее лицевой и делаю протяжку кромочной последней петли так у меня на спице остается две петельки и И снова же таки протяну первую кромочную вот эту петлю на последнюю. Ну то есть она уже не кромочная, а получается просто такую вот протяжку. И далее у меня остается петля. Я беру крючок или же просто хорошо-хорошо подтягиваю. Можно без крючка пока что обойтись. И вот она у меня затягивается рабочая петля. Все, ниточку можно здесь уже отрезать. Вот она уже закрепилась. Можете двойной закрепить петлей. То есть раз продели и еще раз точно так же вытянули и продели. То есть как вам удобно. Вот здесь я вот закрепила уже двойной петлей. Ниточку хорошо закрепили здесь и можете отрезать. Ее спрятать можно сквозь вот эту двойную полую резиночку. То есть вы вытаскиваете внутрь и все. И вот эта нитка никуда не девается и по ходу носки она не вытаскивается. Сейчас я лишь сделаю жгутики, присоединю их сюда и спрячу вот эти хвостики. То есть все, в принципе, наши ушки уже готовы. Присоединяю я жгутик с лицевой стороны. Вытаскиваю петлю жгута и продеваю сквозь нее сам жгутик. Это все я делаю с лицевой стороны. Далее вытаскиваю и все. Вот так я прикрепила завязочку. Вы можете делать полушнур, можете делать завязочку. Как сделать такую завязку я уже показывала в предыдущих видео. Можете посмотреть на моем канале. И все. Теперь я делаю украшение и прикрепляю помпон. Все, шапочка готова. Вот так она выглядит в готовом виде. Единственное, что не забудьте сделать тепловую вторичную обработку. Это либо же постирать шапочку, либо же обработать паром. Вот. И все. Можно носить. Я надеюсь, что вам было все понятно и понравилось. Не забудьте лайкнуть. Спасибо, что оставались на моем канале. Всем хорошего настроения, ровных петель. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok